Вячеслав Стручков Многие газеты публикуют аналитику и статистику по выборам. Давайте начнем. Начнем вот с чего. Газета «Якутия» 22 сентября. Вчерашний выпуск, четверг. Спецрепортаж. Страница 6.7. Называется «За кулисами выборов. Взгляд из Центра избиркома». Автор Марина Колбасина. Цитата. «Святая святых ЦИКа. Информационный центр. Именно сюда поступают данные со всех улусов. Здесь располагается система газ-выборы. На многочисленных мониторах карта республики с мигающими районами. Ребята поднимают на меня усталые от компьютера глаза. Не буду им мешать». Как вы провели эту ночь? У нас тоже ребята поднимали усталые глаза от мониторов. Действительно, для представителей СМИ выборы – это такой очень напряженный период, который проходит там не два дня, который начинается задолго и заканчивается только после подведения итогов. Окончательных итогов, которые до сих пор, можно сказать, еще конкретных. Они в процессе подведения. В процессе подведения, но их нету, поэтому мы продолжаем работать, продолжаем отслеживать этот процесс. И публиковать свои материалы. Да, и публиковать свои материалы. Вот у нас, например, сегодня вышел материал, к сожалению, у нас третьего мандата в Государственной Доме не будет. Гаврил Павлович Парахин не прошел. Он тоже сам выразил сожаление, но так получилось, что он был все-таки второй в региональной группе. И поэтому у него пройти туда не получилось. А вот, кстати, вы знаете, Вячеслав, мне понравилось, если говорить о Гавриле Павловиче, мне понравилась его реплика такая. Жириновский за меня, но есть и другие достойные кандидаты. Мне кажется, это очень хорошо он сказал, кстати говоря. Есть другие достойные кандидаты? Он, на самом деле, очень такой хороший интервьюер с журналистской точки зрения. И если смотреть результаты, например, ЛДПР, то он смог нарастить потенциал с 2011 года, с последних выборов до... Ну, то есть за 5 лет до... Да, конечно. 16-го. Конечно. Кстати говоря, давайте поздравим обязательно сегодня, ну, в сегодняшней программе. Вчера Петру Револьдовичу Амосову исполнилось 50 лет. С юбилеем, Петру Револьдовичу. Ну, у Петра Револьдовича, мне кажется, очень тоже хорошее будущее, потому что он относительно молодой коммунист. И, в принципе, те результаты, вот эти 15 с небольшим процентом, которые он на выборах получил, это, в принципе, хороший результат без больших материальных затрат. Но при этом, при этом, как он сам говорил, он в партии с 2000 года, 16 лет. Ну, да. То есть, в общем, достаточно такой уже... Ну, опыт. Ну, опыт, да. Коммунист опытный, но он, на самом деле, не так много светился до этого. То есть, он, понятно, народный депутат, но как там медиаперсона, его на нашей поле сильно не было видно. И поэтому это хорошая стартовая площадка. Как, кстати, вот, например, стала стартовая площадка для того же Чакура Гаврилева, праймерис Единой России. То есть, он там стал четвертым в списке и третьим по результатам праймерис после Юрия Степановича Галины Накентьевны. Серьезная заявка. Серьезная заявка. Человек уже, можно сказать, себе определенный авторитет и определенную узнаваемость за работу. Можно считать стартапом? Можно считать стартапом. Я думаю, что этот стартап главное использовать грамотно в последующем. Конечно. Я думаю, что Чакур использует. Безусловно. А не забудем вот еще. Ну, понятно, издание подводит результаты выборов. Не забудем о Нирюнгре. Да, на самом деле, вот Ольга Валерьевна Балабкина, она сказала, что Единая Россия восстановила свои позиции на юге Якутии. Действительно, у нас Виктор Станиловский был избран главой. Причем победил довольно убедительно. Действующий глава занял даже не второе, а третье место. И там вот, что интересно, второй кандидат, который занял второе место, он не местный. Ну, он большую часть жизни прожил здесь в Якутске. Он был депутатом Гордумы второго, по-моему, Созова Бураков. И тоже за короткое время он смог набрать такой потенциал, что в итоге выиграл действующего главу. Кстати, тоже, наверное, стартап хороший у человека. Тоже хороший стартап, если он будет дальше работать. И мне кажется, что Станиловскому тоже стоит обратить внимание на вот этот кадр и как-то, может быть, его использовать. Ну, то есть за человека проголосовали, он имеет поддержку какой-то определенной части населения. Поэтому можно тоже использовать в работе. Все издания, повторяюсь, пишут о выборах. Давайте вот еще с какой стороны посмотрим на их итоги. В газете «Якутия» четверг, 22 сентября, ЦИК «Якутия» поставил точку. И там вот одни говорящие подзаголовки просто чего стоят. Итоги, точка теперь окончательные. У «Якутии» два мандата. Почему победила Единая Россия? Ну, понятно, собственно говоря, о чем пишет газета. А страница раньше в рубрике «Суть дела», 13-я страница, размещена статья. «Якутию в Госдуме будет представлять Галина Данчикова». И цитата от главы республики, как действующий руководитель республики, сохраняющий обязательства перед своими избирателями, желая в полной мере реализовать все, что планировал сделать на этом посту в интересах своих земляков, я передаю право представлять наш регион федеральным законодательным органам второму номеру списка Галины Данчиковой. Давайте поздравим. Да, Галина Данчикова может только поздравить. Но самое главное, кандидатура достойная. То есть у человека очень большой опыт. И опыт работы в регионе, опыт работы на муниципальном уровне, и соответствующее образование, и хороший выбор, и хорошая кандидатура. Я думаю, что нам не стыдно будет за нее как депутат. Газета «Ваше право» от 22 сентября опубликует к тому же интервью с Евгением Михайловой о прошедших выборах и один в поле воин. Газета «Жизнь Якутска» от вчерашнего числа также предлагает выборную статистику, аналитику, знакомит читателей с биографией Галины Данчиковой и задается вопросом, кто сменит ее на посту премьера. Кстати говоря, не только «Жизнь Якутска» об этом пишет. Это одна из основных тем. Понятно, что все сейчас ждут какие-то кадровые притрубации и решения. Они в ближайшее время, я думаю, что председатель правительства – это одна из ключевых фигур. И вот особенно сейчас период завоз грузов и период, когда топительный сезон. Сейчас, то есть, не думаю, что будут медлить. И другое дело, что кто это будет, потому что я читал и такие варианты, что Егор Афанасьевич сам возьмет на себя функции председателя правительства. Такое возможно? Ну, почему нет? Юридически я сейчас не могу сказать, но чисто профессионально он потянет и справится. Интересный заход, Вячеслав. Эта идея, которую вы сейчас высказали, не рассматривалась ни в одном издании? На самом деле, в интернет-СМИ такие есть предположения. Но, мне кажется, почему нет? Эта идея тоже имеет право на существование? Да, конечно, имеет право. И потом… Да нет, сейчас предполагать на самом деле все равно, что гадать на кофейной гуче. Конечно. Ну, кандидатура достойная на самом деле есть. Ну, как бы решать тут, я думаю, что… Лицо, наделенному, собственно говоря, такими полноморочиями. И органу, наделенному, потому что госсобрание подтверждает. Да, да, да. Кстати говоря, два издания, две газеты публикуют на неделе два интервью с Андреем Борисовым. Я одержал моральную победу. Кстати говоря, вот одна из цитат в одном из изданий газеты «Якутия» 20 сентября, вторник. «Самый уязвимый в России регион арктический в силу малонаселенности, слабости инфраструктуры, незащищенности границ. И при этом он хранит в себе колоссальные богатства. Предыдущие созывы Госдумы так и не приняли законов по Арктике. Здесь нужно что-то срочно решать. Человек не переставит думать о будущем, собственно говоря. Что будет происходить в Госдуме. Какие, собственно говоря, тренды из вопросов будут максимально востребованы. Но Андрей Сайд человек масштабный. Вот эти его заявления насчет единого евразийского пространства, то, что он заработал потенциал, который будет использовать дальше вот в этом направлении. Мне кажется, что он себя, ну действительно он справший, когда говорит о том, что не проиграл. Вячеслав, к другим вопросам. И Саха-Серея, и Якутия от сегодняшнего числа, газета имеется в виду, публикуют спецпроект под названием Гектар. Обязательно надо сказать об этом. Кстати говоря, НБК Саха вышла со спецпроектом Гектар вчера в четверг. Ну тема очень важная, потому что уже подходит время. Глава республики Егор Борисов, цитата. Для того, чтобы поддержать наших якутян, поддержать развитие сельского хозяйства, предусматриваем своим решением дополнительно еще 2,5 гектара, кто желает именно с участием якутян реализовать этот проект. То есть 1 гектар плюс 2,5 якутских гектара и того 3,5 гектара может человек получать на земле для развития своего хозяйства. Там же газета пишет, нормативное регулирование земельных вопросов часто заводит нуждающегося в земле фермеров тупик. И приводит разъяснение министра имущественных и земельных отношений республики Евгении Григорьевой. Я не буду цитировать, просто времени уже, к сожалению, мало. Может быть, перейдем с вашей помощью к той же теме, которой уделяется достаточное внимание медицина. О медицине публикуют и Якутия в четверг. Частные клиники лечить или не лечить. Да, газета «Ваше право». Что может современная нейрохирургия в Якутии? Ну, любую на выбор, собственно говоря. Ну, вот, наверное, возьму Якутию. Цитата там следующая. «Относительно недавно частные клиники получили право принимать граждан по полисам обязательного медицинского страхования. Разумеется, не бесплатно. За пациента вносят оплату в фонд обязательного медицинского страхования. Многие якутияне уже оценили преимущества частных лечебниц перед бюджетными и стали перезакрепляться». Действительно, процесс идет, потому что в частных клиниках пока еще, на собственной практике знаю, там не такие большие очереди. Там специалисты ничем не уступают, которые работают в городских поликлиниках. Поэтому многие считают, что это более удобно. Удобно, да. Ну, кстати говоря, и удобно, и да. Ну, опять же, можно сказать, что... Но кто имеет такую возможность, собственно говоря, разбирается газета. И давайте вот на... пусть читатели сами познакомятся. Я пока еще об одной статье хочу сказать. Якутск Вечерний на развороте, страница 5051, публикует действительно интересное интервью с министром здравоохранения республики Михаилом Охлопковым. «Цена ошибки-жизнь». Я просто, вот буквально одну цитату, умное, очень хорошее, глубокое интервью. Прочитайте, пожалуйста. Мы развиваемся в многовекторном направлении. Это пациента-ориентированное улучшение качества медицинской помощи, информатизация, развитие высокотехнологичной медицинской помощи. И четвертое – это санавиация, санитарная авиация. Ну и, кстати говоря, министр упоминает, что сегодня, в пятницу, мы торжественно открыли в онкодиспансере блок лучевой терапии с линейным ускорителем. По масштабу это сопоставимо с внедрением андронного коллайдера только в медицине. Это такой прорыв. Да, это прорыв. И делается это все в рамках и указов, и до этого делались. Вот у нас четыре указа основополагающие головы. И поэтому, мне кажется, очень правильные, коренные, которые коренным образом в этих сферах изменят. Успеем проговорить только о предпринимательстве. Вчера состоялся форум. Там несколько интересных цитат было. Вот, в частности, Алексей Александрович Стручков, первый вице-премьер, министр экономики. Власти Якутии крайне заинтересованы в том, чтобы предпринимательство в регионе развивалось. Проблема с высокими тарифами характерна для всех субъектов нашей территории. Но, если выручки крупных компаний эти затраты составляют примерно 10%, то для малого и среднего бизнеса финансовые потери очень серьезные. Ну, кстати говоря, там поднималось много тем. И, собственно, эта проблема предпринимательства с разных сторон обсуждалась. Да. Ну, действительно, и цитата кормилицы, на которой там есть то, что не все вопросы можно решить на региональном уровне. Она действительно имеет право существовать, потому что очень многие решения принимаются на федеральном уровне, например, в законодательстве. Понятно. Давайте, может быть, на этом завершим нашу программу. Не все разобрали, к сожалению. Может быть, я позволю себе сказать еще одну новость, что якутский фильм под названием «Мой убийца», который мы знаем, который выходил в прокат под заголовком «Ойзера Сайсары», будет выходить в 100 кинотеатрах России на русском языке 3 ноября. Вячеслав, пора прощаться. Спасибо вам большое, что помогли провести этот выпуск. Спасибо, что позвали. Это была «Арена Событий». Всего вам доброго. До свидания.